Красивая, богатая Акмолинская земля. Древняя земля древнего народа. Множество рек и озер, обширные пастбища и плодородные почвы. Этот уголок по праву называют жемчужиной Казахстана, или, как отметит глава государства, маленькой Швейцарии. В самом сердце одноименного курортного поселка, в 300 километрах от Астаны, расположился музей-визит-центр Бурабай. Это такой туристический комплекс с тематическими экспозициями о курортных красотах. В прошлом году здесь была проведена реконструкция музея природы, где представлены животные в естественной среде обитания. Создан музей истории 120-летнего развития лесного хозяйства. Мы считаем, что у нас цель одна, это сделать курортную зону Бурабай более привлекательной зоной для отдыха. Здесь же главе государства представили проект строительства курорта зона Акбура, который расположится между озерами Большое, Чебачье и Тикеколь. Его реализуют совместно со швейцарской компанией. Проект займет 20% территории от всей площади курортной зоны. В Щучинско-Боровской курортной зоне в первую очередь развивают инфраструктуру для удобства и комфорта не только туристов, но и жителей региона. К примеру, новый жилой массив променад Бурабай. Здесь на 14 гектарах появятся удобные апартаменты, танхаусы и коммерческие помещения. Строители также обещают возвести на этой территории конгресс-центр и мечеть. Как будут выглядеть новые здания курортной зоны, показали и президенту Казахстана. Сами дома невысокие, трех-четырехэтажные, чтобы она хорошо вписалась в общий ландшафт. Наша задача сделать курортную зону очень привлекательной. Сначала наша задача проложить коммуникации, подвести воду, канализацию, электроэнергию, отопление. Тогда бизнес будет с удовольствием ходить и предоставить льготы. Помимо туризма в Акмолинской области развивается и спорт. Две, казалось бы, разные отрасли вполне успешно гармонируют в Щучинско-Боровской курортной зоне. Новый комплекс лыжных трамплинов тому подтверждение. Старт его работе дал президент Нурсултан Азарбаев. Комплекс построен на высоте 400 метров над уровнем моря. Общая площадь базы достаточно внушительная – больше 125 гектаров. Из них больше 85 гектаров составляет лесной форт. Остальные 40 выделены непосредственно для строительства самого комплекса. База лыжных трамплинов является одним из немногих сооружений такого типа в мире. Именно здесь построены комбинированные трамплины категории К-90 и К-125 со стартовыми площадками на разных уровнях. Спортсмены уже успели опробовать сооружение и даже установили новый рекорд, достигнув отметки продолжительности свободного полета в 151 метр. Был установлен рекорд этого трамплина казахстанским лыжникам. Пригласили тоже два иностранных специалиста, прыгуна из Словении, которые также дали очень высокую оценку этому трамплину. Очень легкий трамплин, очень удобный для прыгод. Здесь же есть лыжно-роллерная трасса для гонок и биатлона. Уникальность этого комплекса в том, что тренироваться можно круглый год. Мы можем тренироваться и летом, и зимой на этом трамплине. Здесь используются самые последние технологии подготовки трамплина. Будет облегчена подготовка зимой из-за заморозки лыжней. И также здесь канатная дорога очень хорошая. Все условия для тренировок созданы. И восстановительный центр есть на базе, и тренажерные залы, и залы игровые. Все есть. Есть и лыжный стадион, гостиница, судейские павильоны, комнаты допинг-контроля, пресс-центры и даже своя телестудия. В комплексе все, чтобы проводить любые соревнования и Кубки мира. Данный трамплин получил сертификацию ФИС, это Международная ассоциация лыжного спорта. IBU, это тоже Международная ассоциация по биатлонной трассе. Это уникальный объект по-своему. И сама строительная архитектура этого, получается, как чаша, как амфитеатр такой. И когда лыжник прыгает, зрители могут наблюдать всю эту прелесть, вот так вот, ну, смотря вверх, как он приземляется. Это просто поразительно и восхитительно. После осмотра территории трамплинного комплекса глава государства вернулся к вопросам развития туризма по всему Казахстану. Нашей основополагающей задачей является доведение доли туризма в экономике до 8% с текущих 1,9% до 2023 года. То есть в течение ближайших пяти лет, ну, Штанач, мы 1,9% и будет 8% мы хотим в 2023 году. Это показатель сравнимый со значениями в наиболее развитых странах мира. Также к 2023 году планируется увеличить туристический поток в Бурабае с 850 тысяч человек в год до 2 миллионов. Сегодня благодаря Щучинско-Боровской курортной зоне Акмолинская область стала основным лидером развития туризма в Казахстане. Только с начала года курорт посетили 400 тысяч отдыхающих. Всего же в 2018-м здесь ожидают порядка 1 миллиона 200 тысяч отдыхающих. Иностранные туристы в основном приезжают из России и из стран Западной Европы. Согласно статистике, почти 70% иностранных туристов, посещающих Астану, обязательно приезжают в Боровое. Курорт Боровое может заработать, приносить людям радость место отдыха, предоставить государству прибыль от туристов, которые будут отдыхать у нас. И это не единственное место в нашей стране, которым мы сейчас будем заниматься. Вот, посмотрите, это вот Щучинско-Боровская курортная зона. Мы говорим сейчас. Второе – это Имантау-Шалхарская курортная зона здесь. В этой области Баянаульская зона Павлодарской области. Туркестан – это особая тема. Будем застраивать город Туркестана и будем очень быстро развивать. И там придется сделать хороший туристический центр. Если мы построим необходимую инфраструктуру, это количество можно удвоить. Глава государства отметил, отечественной туристической отрасли сегодня не хватает профессионалов. Их подготовка – это залог максимальной реализации турпотенциала республики. Мы строим гостиницы и зоны отдыха. Кто же там работает? Нужно поднять вопрос сервиса. Уровень сервиса и персонала всегда очень важен. Мы должны обучить этому молодежь. Должны дать им должное образование. Курорт Боровое тогда заработает и будет приносить людям радость. Для этого предлагаем открыть в Астане первый центральный Азия Международный университет туризма и гостеприимства. У нас это кадр – абсолютно нехватка. Мировой класс для диплома. Университет позволит сформировать инновационную образовательную модель обучения, оперативный трансфер новых знаний для интеграции учебных программ и практик с ведущими мировыми учебными заведениями. В частности, на сегодняшний день с нами изучен опыт. Австрия – это Зальцбургская школа туризма Соединенных Штатов, это университет Джорджа Вашингтона, Швейцария. И мы подписали меморандум с Гонконгской высшей школы по менеджменту туризма. По улучшению качества сервиса на курорте увеличено количество сертифицированных отелей в пять раз. Если у нас в 2017 году было всего четыре отеля со звездностью, в этом году, значит, сейчас уже 20, до конца года до 36 доведем. То есть это будут стандарты, в соответствии с которыми мы с ательеров будем требовать. Они будут предоставлять… В этом году 36 будет? 36 будет к концу года. Значит, убеждение, мы создали туристическую ассоциацию, методовое убеждение. Всем интересно стало на установке. Но и хороший сервис вряд ли будет востребован в местах, где отсутствует соответствующая инфраструктура. Потому важно развивать и ее, одновременно создавая условия для инвесторов, предоставляя им льготы и преференции. Примером может стать курорт Боровое. Сейчас предстоит много работы. Вот почему по моей инициативе была принята пятилетняя программа до 2023 года. Правительство выслушало пути его реализации, министерство выслушало и увидело, что делает Аким. Мы должны закончить эту работу. Я считаю, что необходимые условия есть. В Боровом нужно сделать и усовершенствовать внутреннюю инфраструктуру. Главное – сделать дорогу. Внешне все вроде бы неплохо. Отремонтировали большую автодорогу скоростную. Прямую из Астаны в Боровое. Построили железную дорогу. Отремонтировали аэропорт в Кокшетау. Теперь нужно внести такую же инфраструктуру внутри. Если во все объекты мы проведем воду, протянем электричество, тепло и оборудуем канализацией, тогда придут инвесторы. Основное внимание сегодня – популяризации природных красот республики. В Казахстане сейчас прорабатываются механизмы развития горнолыжных курортов в Алматинской области. Обсуждается и организация регулярных туров в Чарынский каньон. В Алматинской области мы говорим о горнолыжном курорте. Его надо развивать. Есть возможности, есть проекты, есть идеи. И Чарынский каньон. Мало кто знает даже в нашей стране. Даже иностранцы вот эти дни выступали и говорили, что наш Чарынский каньон больше, чем Великий каньон Северной Америки. Мы просто его не рассказываем по своей красоте, кто там был. Он неизгладимые впечатления получает от этого. Поэтому это очень мощное развитие должно получить. Развивать в стране будут и пляжный туризм. Тем более, что мест для отдыха в республике предостаточно. Красоты Каспия, Балхаша, Лаколя или Копчегая и десятков других малых и больших озер мало кого могут оставить равнодушными. Вот только добраться до этого великолепия порой пока проблема. Я был в Аллахвиле, как вы знаете. Это уникальная курортная зона. В Аллахвиле подошла дорога автомобильная, железная дорога. И учрали надо развивать аэропорт местных линий, чтобы люди могли пребывать. Аллахвильское море, я так его называю, работает в режиме пляжного купания 95 дней в году. Назовите меня, какой курорт столько работает купальнего сезона. Даже в Турции столько не работает. И Каспийские побережья – это особый случай. По-особому нам надо работать в этом плане. Курорт Боровое сегодня один из десяти в стране, развитию которых уделяют особое внимание. Для полного же раскрытия туристического потенциала в Казахстане реализуют программы «Туристок Казахстан», куда вошли 10 приоритетных направлений. Кроме того, составлена карта по развитию туризма. В нее вошли 60 объектов. Их будут продвигать на международных рынках под единым туристическим брендом Казахстана. Вот эти 10, если сейчас сделаем на первом плане, а потом дальше будем работать. Все остальные я знаю, посетил, нам надо работать. Если коммуникации будут, частные инвесторы придут. Это выгодно им, выгодно. То есть я хочу объявить казахстанским бизнесменам, мы создаем замечательную точку приложения капитала, выгодного приложения капитала. И чтобы вот эти курортные зоны могли работать круглый год. Президент Казахстана Нурсултан Азарбаев поделился планами, как курорт в Боровом сделают привлекательной туристической зоной для инвесторов. Глава государства признался, что сегодня особое внимание уделяется популяризации достоинств и природных зон Казахстана. Мы знаем все курорты мира. Швейцарии были. Вот сейчас швейцарский бизнесмен хочет вложить деньги сюда. Он считает, что он похож на Швейцарию. Действительно, мы же не говорим, что это казахстанская Швейцария. Он считает, что это выгодные вложения. Для наших зажиточных людей, для наших банков, для кредитования должно быть основным моментом. Поэтому, когда мы составим программу, я всех соберу и всем дам задание начинать работать с этого года по всем этим объектам. Сделаем благо для страны и сделаем благо для людей. Договорились? Кельстык. Туризм для многих государств мира – это основная статья доходов. И хотя в Казахстане туризм на место основного в структуре экономики не претендует, тем более, что в стране активно развиваются и сельское хозяйство, и несельевой сектор, но довести его до 8% уверенно планируют. Тем более, что это вполне возможно. Сегодня в Казахстане представлены практически все существующие виды туризма. Огромная страна в самом центре Евразии давно стала центром притяжения туристов из разных стран. Интерес Казахстану значительно возрос во всем мире. И чтобы поток не прекращался, отрасль нужно развивать дальше. Инфраструктура, привлечение инвестиций и улучшение качества сервиса. Вот на что глава государства обращает особое внимание. В конце концов, отдых туристу должен приносить только приятные впечатления и мысли о том, насколько прекрасна наша страна. Назым Гулькум Испаева, Жан-Дос Битабаров, Антон Балтрушевич, Арман Ештаев при поддержке телерадиокомплекса президента. ЖТК, Акмолинская область.